Как мы поначалу, бывало, покупали машины, такие тоже думали, да что тут ремонт? Там приходят, а там вместо тысячи долларов пять тысяч долларов, например. Вот такое тоже бывало. Чувак, просто ровным плюс четыре. Вот, мы такие, знаешь, приезжаем седые, просто там туда звоним, говорим, слушайте, у вас тут как бы, ну, вообще жестко. Всем привет, это Валерий, компания Factum, доставка автомобилей из Америки. Иногда к нам обращаются клиенты, которые рассчитывают купить автомобиль с ремонтом в 500 долларов. Да и вообще, в принципе, это не редкость, когда нам кто-то звонит, просит просчитать автомобиль и очень удивляется, когда мы даем ему расчеты. Ну, вот буквально, как бы вчера у нас был случай, звонит клиент, хочет там рассмотреть фонду Аккорд 2016 года, ну и видно, что человек нашел лот на аукционе и вот обращается в разные компании и хочет понять, где ему эту машину просчитают дешевле. Ну, не вопрос, берем машину, отправляем ее на проверку техническому специалисту, рассчитываем на стоимость доставки, растаможки и всего остального наших услуг. И у нас там еще есть такая графа прогнозируемый ремонт. Прогнозируемый ремонт по машине вышел там, если не ошибаюсь, 2500-2600. В общем, мы всю эту информацию отправили клиенту. Клиент с глазами 50 копеек перезванивает и говорит, а что такой дорогой ремонт? У нее ведь там просто сзади снят бампер, просто бампер обратно поставить и покрасить. Ну, там, ладно, еще крышку багажника отрихтовать. В общем, человек действительно искренне не понимал, почему мы так много насчитали в ремонт. И более того, считал, что мы уже заранее закладываем свой заработок в этот ремонт. У него реально было такое подозрение, мол, ребята, зачем вы так много меня туда набросали? В общем, с нами у него диалог все-таки не завязался. Мы не смогли ему объяснить, в чем дело, потому что он был уверен. Явно не обладал ранее опытом покупки автомобилей из Америки. Не зная, что машин с минимальными повреждениями на 500 долларов. Ну, это просто очень большая редкость, просто исключение из правил. Мы это все видели, мы это все покупали и проходили. Поэтому хочу в сегодняшнем видео на примере какого-то конкретного автомобиля показать вам, как должен считаться ремонт, чтобы у вас не было такого обманчивого ощущения и иллюзии того, что вы берете себе машину, она сейчас к вам приедет, вы там за неделю бампер у нее поменяете, пару поставите и поедете. Такого не будет. Но перед тем, как мы начнем, поставьте лайк под видео и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы вы получали уведомления о выходе новых видео. Буквально вчера у нас торговалась машина. Это джип Cherokee 2016 года, вот с таким передним ударом. Кратко пробежимся. Ну, вот покажу две модели, как можно оценивать автомобиль. Например, с точки зрения человека, который ранее никогда не покупал машины, который не понимает, что его можно ждать. И покажу потом реальные расчеты нашего технического специалиста по данной машине. Давайте просто откроем фотографию первую. Сейчас она мне подгрузится. Итого, передний удар. Явно все выглядит таким образом, что здесь под замену передний бампер. Возможно, даже кто-то сочтет. Нужно посчитать, что его восстановят. Ну, в принципе, здесь это реально может быть возможно. Хотя, вижу, оторван кусок. Фара разбита. Крыло вроде должно поддаться рихтовке. И все должно быть хорошо. Капот визуально целый, но деформированный. Видно, что у него искривлена форма. То есть, ну, возможно, его тоже нужно будет отрихтовать, покрасить и так далее. Ну, с левой стороны вроде тоже крыло заломано. Ну, вот, скажем, в принципе, фронт работ небольшой. Пары целые, противотуманка целая, нижняя часть бампера целая. Давайте по кругу ее посмотрим. Сзади все чисто. На заднем правом крыле тоже есть небольшая вмятина. Видимо, где-то кто-то ее еще притер во время ДТП. Ну, грубо говоря, давайте так. Чисто посчитаем. Покраска, рихтовка заднего левого крыла, там, 150-200 долларов. Подушки не стреляли в салоне, все красиво. Рихтовка капота, там, небольшая его поправка, ну, там, 50 долларов. Это 250 долларов уже. Что еще? Отрихтовать два крыла, это еще 100 долларов, это уже 350 долларов. Починить передний бампер, это, там, 150 долларов. Это, там, 500 долларов. Ну, и покрасить крылья и бампер. Добавим еще три точки. Ну, грубо говоря, ну, вот на глаз здесь 800-900 долларов. Давайте так. Вы любитель, вы решили еще 100 долларов все закинуть на запас. Вы насчитали здесь тысяч долларов. Но что будет по факту? В принципе, наверное, не получится, да, нам по фотографиям заглянуть под капот и убедиться в правдивости того, что я вам сейчас опишу. Но я уверен, что она так и будет, потому что мы уже все это видели. И с такими минимальными ударами машина не получает title salvage, то есть ути. Сразу начну с конца. По этой машине мы насчитали ремонт 2345 долларов. Это по предварительной оценке. То есть, возможно, ремонт плюс-минус 100 долларов обойдется. 2 200, 2 400 он вам выйдет. Посчитаем бампер плюс покраска. У нас висит 350 плюс 150. Это комментарий от технического менеджера. То есть, итого, новый бампер, облицовка будет стоить 350 долларов плюс его покраска. Технический менеджер посчитал так, потому что здесь явно не хватает кое-каких кусков пластика, которых нам неоткуда взять. Бампер начал рассыпаться. Починить его нормально не получится. Он у вас будет кривой. Если вы, конечно, хотите, можно эту машину собрать, но потом вы будете испытывать серьезные проблемы при продаже, потому что у вас все к этому бамперу будут придираться. Дальше идем. Фара будет стоить 125 долларов. Капот, рифтовка плюс покраска. После рифтовки красить нужно обязательно, потому что рифтовка подразумевает под собой физический контакт с какими-то инструментами. Поэтому лакокрасочная в целости не останется. Да и оно там повреждено, это 100%. Если капот начнет гнуться, 100% там будут и царапины, и заломы, и так далее. И у нас на это дело уйдет 300 долларов. Дальше. Поворотник, который никто не учел, который отдельно идет. Он стоит дороже, чем фара. Он стоит 200 долларов. Как бы это смешно ни звучало, реально стоит дороже, чем фара. Дальше. Крыло. Крылья две штуки. Рифтовка плюс покраска. Это у нас 150 плюс 300 долларов. 150 долларов рифтовка и 300 долларов покраска. Почему? Потому что реально нормальную покраску вы дешевле 140-150 долларов за крыло. Если вы из Одессы, Киева и так далее, вы дешевле не найдете. Я не исключаю того, что где-то в области, где-то в других городах могут делать это из-за 100-20 долларов. Но опять же, какая краска, какой лак, это все под большим вопросом. Дальше идем. Лонжероны. Под данной фразой мы подразумеваем тот факт, что под бампером по-любому будет поврежден усилитель переднего бампера. Если поврежден усилитель переднего бампера, соответственно, у нас усилитель цепляется за лонжероны. Если он поврежден, значит и лонжероны немножко деформированы, искривлены. И в любом случае, необходима будет их коррекция, их возврат на их исходное место. Это не критично, это не сложно. Но опять же, это мало кто предполагает, что здесь будут лонжероны. Это факт. Итого у нас получается еще плюс 150 долларов. Что еще никто не считает? Не считает, что каждая СТО считает разборку и сборку запчастей. То есть все, что они снимают и все, что они ставят обратно, СТО все это начисляет. И здесь мы так по примерным прикидкам насчитали 120 долларов на разборку. Что в принципе недорого. И на всякий случай по правильному сюда заложить радиаторы. Это 350 долларов. И переднюю панель. Суммарно это нам еще обойдется в 470 долларов. Вот как бы так. Как это будет на самом деле, когда машина придет? Снимут передний бампер, снимут, скажем так, подкапотный пластик. И в принципе все то, что мы сейчас с вами проговорили, оно окажется примерно в соответствующем действительности. Поэтому ремонт это серьезная штука. Не старайтесь занизить свой ремонт, потому что куда приятнее сэкономить деньги, заранее приготовившись к каким-то большим расходам, чем сориентировать себя на 1000 долларов, а по итогу вылезти на 1000 долларов. Поэтому это самая распространенная проблема этого рынка покупки автомобилей из Америки. Для того, что большинство считает ремонт пальцем в потолок. Мы часто с нашими просчетами промахиваемся, потому что бывает что-то не учитываем. Но абсолютно все чисто по картинкам учесть нельзя, хотя мы очень стараемся. Если вы нашли какую-то машину и не знаете, как правильно посчитать стоимость ремонта, стоимость восстановления этого лота, вас заинтересовала машина, вы можете в комментариях оставить, ставьте ссылку на лот. И мы вам обязательно ответим, поможем разобраться, во сколько вам обойдется ремонт данного автомобиля. Либо свяжитесь с нами по контактам в описании и с вами с радостью пообщается менеджер, проконсультирует и поможет сделать для себя представление по цифрам. Если вы хотите разбираться в покупке автомобиля из Америки, знать как происходит доставка, знать все нюансы по ремонту, по оценке предварительного автомобиля, по его проверке. Обязательно подписывайтесь на наш канал, еще раз напомню, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И вы получите уведомление, когда у нас выйдет следующий ролик. С вами был Валерий, компания FACUM. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok